Пирамиды и сетки Пирамиды и сетки Пирамиды и сетки Избирателей и принесет Тимошенко Дополнительные голоса Тут, как видим, Пирамида как раз Имеет самое что ни на есть Утилитарное значение И обвиняют в этом Юлию Тимошенко Не только Некие независимые источники Но и Службы безопасности Украины Которая провела специальные мероприятия Чтобы выявить, как эта Пирамида работает И даже изъяла десятки тысяч долларов. Все бы это было хорошо, если бы перед этим не появилось громкое расследование о сетке, который создан был как раз избирательным штабом Петра Порошенко, действующего президента и тоже одного из ведущих кандидатов на пост президента страны. Сетка это не пирамида, но тоже помогает вовлекать агитаторов и потенциальных избирателей, которые могут отдать голоса этому кандидату. Насколько действительно можно утверждать, что штабы Тимошенко и Порошенко нарушают законодательство, насколько можно говорить, что появилась некая настоящая, а не призрачная пирамида и настоящая, а не призрачная сетка, говорить, конечно, пока что очень рано. Это может подтвердить столько расследований, причем есть большое подозрение, что сейчас, за несколько недель до президентских выборов, этому расследованию просто никто не поверит. Тем более, что о пирамиде говорят в службе безопасности Украины, а службе безопасности Украины как раз контролирует глава государства, он представляет кандидата на должность главы этой службы, а о том, что существует сетка, говорят в Министерстве внутренних дел Украины, а Министерство внутренних дел Украины это уже ведомство, которое возглавляет политик, выдвинутый не президентом, а правящей коалицией. А коалиция состоит из двух политических партий, и одна из них, партия Народный фронт, не поддерживает Петра Порошенко в его предвыборной борьбе. Есть там политики, которые вполне готовы поддержать действующего главу государства, а есть политики, которых подозревают в тесных связях как раз с Юлией Тимошенко, хотя сами они это отвергают. И один из таких политиков, министр внутренних дел Украины, Арсен Аваков. Ему постоянно приписывают договоренности с Тимошенко, он разумеется говорит, что он к Тимошенко никакого отношения не имеет, а хочет обеспечить честное проведение избирательной кампании. Ну раз честное, тогда нужно говорить и о пирамидах, и о сетках. Но опять-таки возникает вопрос, насколько удастся доказать, что эти геометрические фигуры действительно помогут кандидатам победить. И есть еще один очень важный момент. Пока Порошенко и Тимошенко борются друг с другом, главный на сегодняшний день паворит предвыборной кампании, телевизионный комик Владимир Зеленский никаких геометрических фигур не строит, потому что его геометрия это квадрат телевизионного экрана, на котором должен уже в ближайшее время демонстрироваться новый сезон телесериала «Слуга народа». А Владимир Зеленский популярен у своего избирателя именно благодаря этому сериалу. И возникает, конечно, неплохой вопрос, если такая популярность присутствует не просто у Зеленского, а у его персонажа, президента Голобородика, то может быть гораздо эффективнее играть в кино, чем строить геометрические фигуры. Что касается других кандидатов на пост украинского президента, то и тут происходят достаточно важные для них самих процессы. Пожалуй, самый интересный это отказ от участия в избирательной кампании одного из самых известных украинских политиков, мэра Львова Андрея Садового. Садовой, который к тому же возглавляет находящуюся в парламенте партию «Самопомощь», снял свою кандидатуру в пользу лидера вне парламентской партии «Гражданская платформа» бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. У Гриценко рейтинг выше, чем у Садового. И социологи даже утверждают, что во втором туре он уверенно победил бы и Юлию Тимошенко, и Петра Порошенко. Только вот во второй тур Гриценко, судя по этим же социологическим вопросам, просто не попадает. Но объединение Гриценко и Садового позволяет обоим политикам рассчитывать не столько на успех на президентских выборах, сколько на неплохой результат на выборах парламентских. Уже приходилось говорить, что президентская предвыборная кампания для многих ведущих украинских политиков – это эскиз выборов парламент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова